Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня в видео я хочу представить вашему вниманию тональные основы от компании Faberlic из молодежной коллекции от Maria Way. И у нас в молодежной коллекции представлены два вида тональных основ. Первая тональная основа под хэштегом Selfish это крем-блюр, который представлен в трех тонах. Первый тон это слоновая кость, второй тон светлый бежевый и третий тон естественный бежевый. И вторая тональная основа представлена в молодежной коллекции под хэштегом Feel Fresh. Этот тональный крем идет в одном универсальном оттенке, который хорошо подстраивается под тон кожи. Сегодня в видео мы с вами рассмотрим каждый тон, сделаем свотчи и посмотрим чем они отличаются. Итак, первая тональная основа, которая представлена под хэштегом Selfish. И у нас этот крем идет в трех оттенках. Давайте мы сейчас с вами каждый рассмотрим более подробно. Вот такая упаковка у тональной основы, объем 30 мл. И вот здесь на обратной стороне у нас указано, что же делает этот тональный крем. Крем выравнивает цвет лица, скрывает мелкие несовершенства, разглаживает рельеф кожи, визуально сужает поры и придает естественное сияние лицу. Этот тональный крем идет такой с небольшим, наверное, пудровым эффектом. Но когда вы его разносите по коже, затем где-то проходит 3-5 минут, он усаживается на кожу. Вместе с тем он также еще неплохо и подстраивается под тон кожи. И вот придает действительно естественное сияние, так как здесь есть специальные частицы, которые неплохо преломляют цвет. Но вместе с тем крем действительно великолепно блюрит кожу. То есть он подойдет для фотографий, для селфи. Он визуально делает тон кожи однородным, таким очень благородным. То есть очень красиво смотрится на лице. Это тональная основа. Так как здесь есть небольшой пудровый финиш, то селфиш, конечно, он не так увлажняет кожу, как это делает фил фреш. Поэтому для того, чтобы селфиш ровнее лег, конечно, он очень хорошо ложится на крем-блюр из серии Beauty Lab. И на более-таки, наверное, увлажняющие, питательные текстуры дневных кремов. Давайте посмотрим с вами первый оттенок. Первый тон идет в артикуле 6119. Так, попробую вам показать, чтобы вам... Вот камера поймала этот оттенок. 6119 и этот тон слоновая кость. Я сейчас покажу вам, как он наносится. Здесь вот такой узкий носик. Давайте мы вот так, я прям побольше нанесу. А затем мы с вами распределим. Это светлый оттенок, действительно оттенок слоновой кости. Он идет с таким светло-розоватым подтоном. То есть он идет без желтизны. И вот оттенок слоновая кость будет отлично смотреться, особенно на белоснежках. Он создает такой вот эффект действительно вот фарфорового такого лица. Вот оттенка слоновой кости очень красиво смотрится. Второй тон идет в артикуле 6120. Так, ну вот здесь не верх ногами приклеено. Надеюсь, что здесь лучше камера сейчас словит. И вот этот оттенок называется светлый бежевый. Этот тон идет действительно такой светло-бежевый оттенок с небольшим, чуть желтоватым подтоном. То есть я вот сейчас вот так рядышком нанесу. И я думаю, что вы увидите, уловите эту небольшую разницу. То есть если вот здесь у нас идет такой светло-розоватый, то здесь идет больше, наверное, ну чуть-чуть вот желтоватый подтон имеет. То есть он не совсем желтый, но с небольшим таким светло-бежевым подтоном. Следующий, третий тон в этой линейке идет в артикуле 6129. И вот этот тональный крем имеет название естественный бежевый. Вы знаете, я его долго для себя не заказывала, так как, ну, думала, раз он вот третий, то, наверное, он будет самый темный. Но вот эта серия Selfish, здесь нет таких прям темных тональных основ. На самом деле все они достаточно светлые. И мне вот по тону естественный бежевый, прям на мое удивление, очень подошел. Он прям сливается с тоном кожи, он очень красиво смотрится. Действительно придает такой естественный бежевый тон лицу. И вот он идет без желтинки. Вот если вот здесь вот так посмотреть, я думаю, вам видно вот оттенки этих тональных основ. Сейчас давайте я нанесу еще вам четвертую тональную основу. Это крем Feel Fresh. И затем мы немножечко их распределим и посмотрим, что будет происходить по оттенкам. Итак, у нас есть еще один тональный крем под хэштегом Feel Fresh. Этот крем имеет объем такой же 30 мл. И у него один артикул 61-28. Вот здесь вот отличительная черта, что у нас указано, что здесь есть SPF фильтр 15. То есть здесь этого на Selfish нигде не указано, к сожалению. Но можно вот под него использовать серию Лето, кремы, которые содержат SPF. И у нас на обратной стороне, на этом тональном креме указано, что это универсальный тон, который хорошо подстраивается под оттенок кожи. Придает здоровое сияние, ровный цвет лица, свежий естественный вид. А также этот тональный крем содержит гиалуроновую кислоту для глубокого увлажнения кожи. То есть он идет уже с гиалуроновой кислотой. Он немножечко такой увлажняющий. И вот за счет этого этот тональный крем, он более тугой, более эластичный. И он создает такой эффект лифтинга на коже. Он распределяется уже более туго, чем вот у нас крем Selfish. И давайте посмотрим сам оттенок этого тонального крема. Я нанесу вот сюда его пониже, для того, чтобы вам можно было сравнить между собой все четыре тональные основы. Вот такой тон. И посмотрите, вот как они, вот эти тона, которые у нас идет, универсальный оттенок Feel Fresh, похож с третьим 6129 Selfish, естественный бежевый. Действительно, вы знаете, вот я сейчас смотрю на свою руку и такое ощущение, что оттенки просто универсальны. Вот не зря, наверное, он мне так понравился. Не зря он мне так отлично подошел и слился с моим тоном кожи, так как мне отлично подходит крем Feel Fresh. Я думаю, вам даже сейчас видно хорошо, что, ну может быть, чуть-чуть совсем, но они почти идентичные. И давайте сейчас с вами распределим эти тональные основы и посмотрим. Да, еще забыла вам сказать, девчонки, что здесь очень приятные ароматы. Вот здесь у нас идет аромат такой ванильный. Ванильный, наверное, как вот французская булочка, очень нежный, приятный. Ну, кто-то вот слышит кокосовые нотки, но для меня вот именно, наверное, аромат такой французской булочки очень приятно пахнет. А вот эти кремы имеют легкий цветочный аромат. И по своему аромату они схожи с туалетной водой Орхидея от компании Фаберлик. Но если кто не знает Орхидея, то есть у нас туалетная вода Эклад Дорпеш. И вот на Эклад Дорпеш также очень сильно похож этот аромат. Ну, или пенка Ренаваш для умывания тоже имеет такой же аромат. И сейчас вот еще тоже перед тем, как разнести основы, хочу застыть ваше внимание на том, что в пятом каталоге, который действует по 8 апреля включительно, на страничке 148 представлены все эти тональные основы. То есть плюр вот в трех тонах и фил фреш. И они идут по шикарной цене. Если вы покупаете товаром на сумму от 299 рублей в цене каталога, то на втором шаге в промо-акциях вы можете взять бонусом за покупки всего за 169 рублей любой этот тональный крем. И для зарегистрированных пользователей со скидкой от 20% он выходит в районе 130 рублей. Это просто смешная демократичная цена для таких, я бы сказала, отличнейших тональных основ. Итак, давайте смотреть. Первый тон 6119 слоновая кость. Я вот сейчас его вот так распределю, чтобы вы увидели. Я не буду сильно прям показывать, как впитывается. Но может немножко вот здесь покажу вам. То есть он ложится тоже так вот плотненько. И вот так вот он у нас смотрится. Дальше второй тональный крем в артикуле 6120. Это у нас идет светлый бежевый. То есть я думаю, вам вот так хорошо видно, что он чуть, наверное, желтее получается по своему оттенку. И вот этот тон, он подойдет хорошо на загорелую кожу. Но вместе с тем он не темный. То есть его можно рассматривать, да, вот кто у кого потемнее кожа, а затем как-то, наверное, регулировать пудрой. Так что вот так он смотрится. Ну и вот у меня на пальчике остается от этих двух тональных основ. И третья тональная основа. Сейчас я тоже распределю этот тон естественный бежевый. Покажу вам, как он будет смотреться и как он будет распределяться. Мне вот этот оттенок очень понравился. Настолько он универсальный, я даже не ожидала. Естественный бежевый очень понравился. Я думаю, вам даже так видно, что, например, к тону моей кожи он просто великолепно подходит. И он, ну вот, как одно целое смотрится. Настолько он прекрасно смотрится на лице. И давайте посмотрим с вами сейчас, что у меня на пальчике осталось. Это у меня слоновая кость. Это светлый бежевый. И это оттенок идет естественный бежевый. И давайте посмотрим, что у нас, как себя ведет филфреш. Филфреш уже он такой более чуть увлажняющий, так как здесь гиалуроновая кислота. И он более такой с эффектом лифтинга. Но здесь он немножко нагрелся на моей руке. А поначалу он распределяется так, ну, более туго. И вот посмотрите, насколько вот эти два тона, филфреш и вот этот, они между собой вот сейчас вот схожи. То есть, ну, может быть, ну, наверное, почти прям, да, вот одинаковые оттенки абсолютно. То есть, я вот сейчас хочу вам сказать, что если вы приобретали филфреш, и он вам подошел по оттенку, но он еще и подстраивается. Но вообще вот фаберлик, многие тональные основы, они еще и дополнительно подстраиваются, немножко окисляются на лице. То возьмите вот этот естественный бежевый 6129, я думаю, что он вам подойдет великолепно. Но если вы совсем вот белоснежечка, то можно взять фарфоровый тон, он также очень красиво смотрится. Но и для загорелой кожи, и для более смугленьких, конечно, подойдет светлый бежевый. Ну, и вот так смотрится у меня сейчас на моей руке, смотрится филфреш. Но филфреш, он, видите, немножко начинает окисляться. То есть, он более, так как это у нас универсальный оттенок, то он такой идет более, наверное, вот окисляющийся. Давайте я сейчас получше его разнесу на руку еще и покажу вам, что у меня получается на руке. Давайте еще раз получше с вами разнесем. Так, это у меня, чтобы не попутать оттенки. Так, ну и вот так вот они смотрятся. Еще раз вам покажу. Это слоновая кость 6119, светлый бежевый 6120, естественный бежевый 6129 и филфреш универсальный оттенок. То есть, вот такие тональные основы. Но вот на филфреш даже вам я вот руку вот так, да, вот на камеру на свет начинаю крутить. И вам видно, что он идет более увлажняющий. То есть, у него больше такой вот увлажняющий и светоотражающий финиш. Хотя такой же светоотражающий финиш будет у нас и в креме Selfish. Надеюсь, что я была для вас полезна, выполнила ваш запрос. И надеюсь, что для кого-то, ну, наверное, эти свотчи кажутся полезными и помогут вам определиться с оттенками. Но кремы отличные. Вот на данный момент, хотя это и молодежная серия, но эти кремы у меня в фаворитах. Одни из любимых. Я очень люблю ими пользоваться. И мне нравится, как они смотрятся на лице. И вот 61.29 прям мой новый фаворит. Мне очень нравится, как он смотрится на данный момент. На этом говорю вам всем пока-пока. До свидания. С вами была Виктория. До новых встреч на канале.